Друзья мои, здравствуйте! Сегодня мы оказались в космическом центре имени Кеннеди, который располагается во Флориде. Он находится в трех часах езды от Майами. Мы приехали сюда. Почему? Да потому что я давным-давно задумываюсь о том, как бы полететь нам на Марс. Но давайте не будем задерживаться, посмотрим, что же это за место. Реально ли здесь интересно? Или это Диснейленд? Погнали! Восемь часов утра, и мы куда-то едем. Куда же мы все-таки едем в такое время? Хотя, казалось бы, мне хотелось немножечко отдохнуть, потому что через пару дней я выезжаю на свою основную работу поездки по Соединенным Штатам. Но я хочу вам показать одно очень знаменательное и интересное место. И нам нужно двигаться, потому что если мы сейчас туда не выйдем, то мы туда не попадем сегодня. Оно закрывается часиков в шесть, а ехать туда три с половиной часа. И я вам обязательно покажу, что это такое. Так, друзья, ну мы въезжаем в космический центр Кеннеди. Осталось буквально пара минуточек. Я остановился показать вам вот эту вот стелу, которая как раз и показывает о том, что мы въезжаем на территорию этого центра. Помимо этого, мы проехали знаменитое предприятие, которое занимается производством вооружения. Лохит Мартин. Как раз, когда вы будете подъезжать к центру Кеннеди, посмотрите по правую руку от вас. Это самый топовый на сегодняшний день производитель вооружения и продавец вооружения. Так что не только Виктор Бут. Вот такие вот экспонаты ракет. Честно сказать, я не знаю, это ракеты реальные или макеты. Давайте подойдем поближе. Посмотрим. Два билета на взрослых стоили 160 долларов на двух человек. 75 плюс 75 и такси. Давайте подойдем, посмотрим, что это такое. Ну, вы знаете, очень сомнительно, что это макет. Очень похоже на какие-то старые ракеты, которые использовались давным-давно. Здесь вот детали двигателя. Ракетный двигатель. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим, что это такое. Немножечко постараемся почитать. Английское у меня в процессе обучения, но я думаю, что это мы должны. Да, ракетный двигатель. F1 engine. F1 модель двигателя. Использовался в программе Apollo. Использовался в ракетах «Сатурн-5». Вернер фон Брауном. Вернер фон Браун – это ракетный инженер из фашистской Германии, которого американцы вывезли на территорию Соединенных Штатов после захвата вместе с Советским Союзом в территории Германии. В то время очень много ученых было вывезено с территории Германии как Соединенные Штаты, так и Советский Союз. А это вот огромная ракетная установка. Давайте подойдем и почитаем ближе, как она называется. Saturn 1B SA-209, модель ракеты. Через три года после спутника была разработана данная ракета. Это что-то невероятное. Ну ладно, пойдем дальше, посмотрим, что там интересного. Центр Кеннеди был основан в 1959 году для запуска пилотируемых ракет. Отсюда взлетали большие части челноков. Система Spice Shuttle. Ну, помимо всего прочего, на мысе Канаверал частые грозовые тучи и бьет молния. Поэтому в начале 20 века с 2012 года запуски шаттлов и пилотируемых программ с мыса Канаверал были прекращены. Но на сегодняшний день мыс Канаверал и Центр Космических Исследований Кеннеди это то место, которое осваивает Илон Маск со своей программой SpaceX. А это святыня исследования космоса. Международная станция МИР и флаги всех тех государств, которые принимали участие в формировании и освоении этой станции, как и в целом космического пространства. В целом, конечно, хочу сказать, это больше похоже на Диснейленд. Везде картинки. Все это предназначено для детишек. Реальных экспонатов не так много. В основном анимация, картинки. Посмотрим, что будет дальше. Это марсоход. Не знаю, насколько он реален. Вот его характеристики. для дальнейших программ освоения космоса. Скорее всего, это обычный прототип, который в перспективе... на базе которого в перспективе могла бы основываться подобная машина. Продолжение тура происходит вот на таких вот автобусах. Я сейчас сказать, не знаю, насколько будет интересно. Проедемся, посмотрим. Не знаю, успеем ли мы на обед с астронавтом, потому что он будет буквально минут через 40, а нам ехать около часа. Давайте попробуем. Подъезжаем к тому месту, где Falcon, на котором отправляли в космос автомобиль выезжает на территорию. То есть, этот космодром еще не полностью умер. Он используется. и программа SLS Spice X использует его для своих целей. Очень интересно, что посчастливилось увидеть реальную ракету. Вы видели, какой обожженный у нее кузов, корпус самой ракеты? Это ангар, на котором как раз и конструируют данные ракеты. По описанию экскурсовода, он площадью как несколько колизеев или как пять Empire State Building. и вся инфраструктура, которая соответствует разработке ракет, ракетных двигателей и освоению космоса. А вот там мы видим основание, на котором как раз и перевозят ракеты. Я, честно сказать, не совсем понимаю. чему во всех странах мира о своих достижениях рассказывают внутри страны, стараются популяризировать те научные сферы, в которых страна добилась успеха. Они скрывают это все за семью печати. Понятно, что технологии туда-сюда. Но в России, которая стала первой в освоении космоса, на сегодняшний день популяризация космоса находится на нуле по сравнению с тем, что происходит в других странах, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Вас пускают на космодром, вам показывают, как все это происходило, как происходят полеты, вам показывают реальные космические корабли, вы общаетесь с космонавтами, у детей появляется желание полететь в космос, осваивать его, заниматься наукой для того, чтобы разрабатывать новые космические технологии, двигатели, детали обшивки. Но в России почему-то этого не хотят. В России на следующий день главное проложать и построить где-нибудь дворец в Белинжике. И, конечно же, самое драгоценное, что можно отсюда наблюдать, это стартовая площадка. Вот там вот располагается как раз стартовая площадка, с которой происходят запуски космических кораблей. Ближе подойти нельзя. Все это секретные моменты, секретные технологии. Здесь в стороне как раз находится ангар, где собирают ракеты и ракетные двигатели. И перевозят их непосредственно в площадку, с которой производится запуск. Вау! Ну что же, ребята, поехали? Обалдеть! Это самый большой ракетоноситель, произведенный Соединенными Штатами. Не тяжело описать, длина ангара около 100 метров. Я ни разу не видел в сборе российских ракет, но данная ракета это, конечно, что-то невероятное. запускаем запускаем ракету. Ба-ба-ба-ба-ба-бам! И это, я скажу вам, точно не макет. Это реальная ракета. в описании напишу, что за модель. Ребята, говорили, здесь есть линзик камер. Я, конечно, думал, что он немножечко побольше, прислонился. Ну, похоже, на грифель или карбид. Правда, я так думаю, что здесь больше жира человеческого поверх этого маленького камешка. Но его зато потрогали многие. Генотипом обменялась не одна сотня людей. Ну, конечно же, все эти мероприятия не обходятся без того, чтобы отбить их. Куча бижутерии. Что в Диснейленде, что на космодроме. Футболочки. Давайте посмотрим, где они сделаны. Где же они сделаны? сейчас мы посмотрим. Да, ну и конечно же на космодроме все сшито в Китае. Такие вот веселые вещи. Ну и побрякушки для детишек. Все это на массового зрителя. местные кушают пиццу, фастфуд, покупают игрушки, тратят денежки, что является здесь самым главным. Ладно, все это весело, но нам нужно закончить экскурсию по космодрому. Пойдемте. О том, как умеют американцы зарабатывать деньги, мы знаем, и я считаю, это абсолютно положительно для поддержания тех или иных отраслей, даже если часть этих отраслей отработала свой век. Хотя здесь, я так понял, в связи с тем, что мы видели реальную ракету Falcon, которую SpaceX перевозил сюда, будет большое будущее. Сейчас происходит большая реконструкция и в дальнейшем Илон Маск будет использовать мыс Канаверл как основных, как один из основных портов, с которых будут уноситься далеко в космос его космические аппараты. Так, ну и что же, мы вернулись с автобусной поездки. Сейчас я хочу попробовать себя на Astronaut Training Experience. Это тренировка астронавтов. А здесь проводятся обеды с астронавтами. Но по времени я сейчас сказать не успеваю. Да, через 8 минут начнется последняя встреча с астронавтом. в целом комплекс интересный. Меня радует то, что здесь популяризируют науку, популяризируют спорт, популяризируют все сферы жизни человека. И делают это настолько интересно, что детей это захватывает. И они с раннего детства пытаются стремиться к чему-то. я надеюсь у нас когда-нибудь возьмут пример с этого и также начнут популяризировать научную деятельность спортивную, образовательную, медицинскую и привлекать детей с раннего возраста к тем или иным дисциплинам. А сам конечно центр космических технологий представляет из себя нечто вроде Диснейленда. Ну что же друзья, а я желаю всем как можно больше путешествий, здоровья и до новых встреч. Продолжение следует...